Она сопровождает человека от колыбели до школьной скамьи, а зачастую остается в нашей жизни навсегда. Эта кукла появилась около 5000 лет назад в Древнем Египте. Создание куклы всегда было тончайшим искусством. Мастера-кукольники издревле ценились, а коллекционеры и любители отдавали немалые деньги за то, чтобы ее приобрести. И сейчас немало авторов, которые создают необычайно красивые куклы. Увидеть куклу своей мечты можно на выставке в Черкесске, которая открылась в музее-заповеднике. Об эксклюзивных изделиях ручной работы расскажет Светлана Шаганова. Сказка начинается с волшебных звуков. Роскошный новый зал будто собрал кукол на царский бал. И кажется, сейчас они оживут и закружатся в вальсе. И правит этим балом замечательная фея, мастер по изготовлению авторских кукол Ирина Неминущая. Она собрала авторов из разных регионов России. Винтажные, будуарные, фарфоровые, современные куклы выполнены в разных техниках. Вот это последняя моя кукла. Мне кажется, она очень такая светлая в русской стилистике. Вообще у меня в планах создать коллекцию кукол национальных, которые соответствуют нашему региону Корчево-Черкесской республики. Но вот пока только русская кукла. Надеюсь, что к следующей выставке смогу представить целую коллекцию кукол в национальных костюмах и всех народностей, проживающих на территории Корчево-Черкесской республики. Ирина Неминущая создает не только куклу своей мечты, но и необычные мягкие игрушки. И каждая забавно по-своему. У меня вот такие вот малыши, то есть он абсолютно подвижный, с ним можно играть, ну, аккуратненько, но он считается более игровой игрушечкой, то есть у него все подвижное. Есть в моей коллекции такие работы. Куклы создаются с нуля, вручную. И автор выступает как скульптор, художник, дизайнер костюма и обуви, модельер, постежор. И так шаг за шагом. И мы видим фантастические образы. Нежные барышни, джентльмены в смокингах. И каждая кукла – неповторимое произведение искусства. Среди множества кукольных лиц есть и будуарные эпохи царской семьи. Будуарные куклы появились в начале 20 века. В то время они были самым стильным аксессуаром в интерьере. И сейчас, благодаря искусным мастерам, будуарная кукла возрождается. Каждая кукла – это неповторимое произведение искусства. Кропотливая работа, требующая от художника не только фантазии, но и солидного мастерства. У всех у нас ностальгия по детству. И многие, наверное, хранят любимую куклу или игрушку высоко на шкафу. И, взяв руки, да, мы вздуваем с неё пылинки. Ведь это вечный подарок из прошлого. Все мы родом из детства. Просто когда вырастаем, вырастают вместе с нами и наши хобби, наши увлечения. Я с детства любила кукол. У меня мама сама из детского дома, у неё своих игрушек не было. И её вот это такое трепетное, нежное отношение к мечте. И вот у Иры выставка называется «Кукла моей мечты». Всё сложилось. Погрузиться в творчество мастеров, увидеть воочию всю красоту и оценить кропотливую работу Ирины Неминущей и всех талантливых людей пришёл министр культуры Зурап Агирбов. Я сам наблюдал, как она сама училась делать эти куклы. Просто рассказывала в этом интернете. Потом сама начала ездить на выставки. И, наконец, в прошлом году впервые привезла вот такую выставку к нам. Ну а сегодня уже 150 мастеров. Меня это очень впечатляет. Это практически вся наша страна отправила к нам кусочек своей любви, своей красоты, своего мастерства. Красивые куклы создают не только женские руки, но и мужские. Среди множества мастеров в Карачаево-Черкесию приехал автор уникальных шарнирных фэшн-кукол, кутюрье, стилист Пётр Тишков. Я хочу поздравить черкески, я хочу поздравить Карачаево-Черкесию с таким очередным мероприятием. Каждый, кто прикасается к созданию куклы, мишки, любому рукотворному существу, может почувствовать себя настоящим творцом, вдохнуть жизнь в маленькое существо, которое выйдет из-под его творческих рук. Выставка кукол открывает нам дверь в сказку. И каждый взрослый, почувствуя себя ребенком, и вспомнит свою необыкновенную куклу из детства. Ведь игрушки дарят радость, вдохновение, делают нас добрее и заставляют улыбнуться и взглянуть на мир иначе. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.